СТРЕЛА К сожалению, не все герои доживают до конца. 29 января вышла 10 серия 8 сезона сериала Стрела, которая поставила во всем точку. Шоу официально закончилось. Оливер Куин, известный всем как Зеленая Стрела, пожертвовал собой и создал новую вселенную. В 10 серии состоялись его похороны. Я обрел покой. Грустно, конечно, осознавать тот факт, что больше мы не увидим Оливера. Но не стоит забывать про другие земли. Но об этом я расскажу вам чуть позже. Сериал радовал, иногда разочаровывал, и после смерти Оливера и последней серии сложились двойственные чувства. С одной стороны, ты рад, что все закончилось и больше не будет продолжения. Но с другой, тебе становится грустно. А сегодня я понял, что он хотел измениться к лучшему. Я стремился стать прекрасным человеком. Сериал заинтересовал в самом начале тем, что сюжет достаточно был прост, и то, что он снят по комиксам. Буквально с первой серии сериал завлек меня и долго не отпускал. Во-первых, то, что мне всегда нравилось, это полная неизвестность и неожиданность всех действий. Дальше это сплетение двух историй и двух времен, настоящего и прошлого. Честно, это очень круто придумано и сделано. Мне, как и всем остальным, хотелось узнать, что случилось с главным героем на острове, почему он решил стать линчевателем и как научился так хорошо стрелять. Но также была интересна его нынешняя жизнь после возвращения домой из ада. Все, что я сказал ранее, а также игра актеров, сцены драк, спецэффекты, музыкальное сопровождение, делало шоу отличным. Но когда начался четвертый сезон, то, по моему мнению, сериал стал скатываться вниз. Не считая отдельных серий, сезон с Эдрианом Чейзом и самые последние эпизоды восьмого сезона, где Оливер возвращался то в Китай, то в Россию, то на остров. Это были отсылки к первым сезонам. Все эти годы мы наблюдали за развитием Оливера, его команды, города, который он спасает. И в какой-то момент, даже несмотря на то, что последние сезоны смотрелись скучно и дешево, мы привязались к персонажу, полюбили его и не хотим с ним прощаться. На похоронах Диггл правильно подметил, Оливер, с которым шоу познакомило нас восемь лет назад, не тот, с кем мы сейчас прощаемся. Благодаря этому сериалу, зрители получили возможность увидеть рост всех главных героев, как они делают выбор, как принимают на себя удар последствий этого выбора. Отдельно хотелось бы отметить, что Оливер не сразу же стал стрелой, а он дорос до этого. Он методом проб и ошибок стал героем, что определенно добавляет ему эдакой крутости, как к персонажу. Часть меня навсегда останется зеленой. Кризис на бесконечных землях, Монитор, мультивселенная, это все то, с чем в последний раз столкнулся Оливер Куин ради своих близких. Десять тысяч лет назад на планете Мальтус, Монитор отправляется в прошлое, в начало времен, но встречает своего антидвойника, после чего в будущем начнется кризис. Стрела, флэш, легенды и прочие герои собираются вместе и начинают сражаться против антимонитора. Оливер в кризисе становится больше не зеленой стрелой, а спектром. Эпичная битва, саундтрек, взрывы и в конце концов Оливер жертвует собой, чтобы создать новую вселенную. Это действительно геройский поступок, заслуживающий уважения. Зеленая стрела был поборником правосудия, но что еще важней? Он был моим другом. Через пару месяцев какой-нибудь амулет вернет его с того света. Сколько из вас уже умирали? Давайте, не стесняйтесь! Именно! Задрало! Да, здесь я с Бэтменом в принципе согласен. Да и сами создатели сериала как-то не уверены в своих словах. Они намеками говорят, что не зря сделали Оливера спектром, так как такой поворот даст разные сюжетные возможности в будущем. И не исключено, что в других сериалах мы может быть увидим камео Оливера. Также создатели рассказали, что не стоит забывать и про перемещение во времени, и про флешбеки, и про альтернативные реальности, в которых судьба стрелы сложилась иначе. Так что вполне вероятно, мы может быть и увидим в будущем Оливера. Не стоит забывать и про возможный будущий спин-офф сериала «Зеленая стрела» и «Конорейки». Пилотную серию, кстати, мы уже видели, и на мой взгляд, она вышла уж очень неинтересной. Возможно, сценаристы каким-то образом вернут на одну или несколько серий Оливера в женский супергеройский спин-офф. Я бы, конечно, хотел увидеть хоть какое-нибудь продолжение «Зеленой стрелы», но, думаю, это будет не очень. Актер сам в недавнем интервью признался, что хочет отдохнуть от роли и заняться новыми проектами. Но надолго ли актер продержится? Взять, к примеру, сериал «Ходячие мертвецы», где исполнитель главной роли Рика Граймса Эндрю Линкольн покинул шоу. Он сказал, что больше не вернется к сериалу, за исключением трех последних фильмов, которые, кстати, на момент записи этого видео до сих пор не вышли. Спустя год актер заявляет, что поступил глупо и хотел бы в будущем обратно вернуться в проект. Учитывая то же самое со «Стрелой», вполне вероятно, что Стивен когда-нибудь снова вернется в сериал. Лишь вопрос времени. В целом, я могу сказать, что сериал удался. Восьмой сезон вообще вышел отличным и постепенно подготавливал нас к уходу Оливера. Здесь я не хочу к чему-то придираться. Все эпизоды были насыщенными, эпичными, заставляли ностальгировать по старым временам. Мы увидели множество отсылок, встречу Оливера с его детьми из будущего, встретили многих героев из прошлых сезонов, выпили суровую русскую водку. Благодаря новой вселенной Оливера его мать жива, Томми тоже. Диггл теперь станет зеленым фонарем. Фелисити наконец-то встретила своего мужа спустя много лет. Несмотря на печальный конец, финал удался. Хоть сериал и закончился, но вселенная, созданная Стрелой, будет жить долго. Несмотря на падающие собственные рейтинги, Мститель Лучник проложил дорогу другим сериалам и самой большой и насыщенной в мире супергеройской телевселенной. Это и Флэш, и Супергерл, и Легенды Завтрашнего Дня, и Бэтвумен. Я не сомневаюсь, что в дальнейшем нас ждет еще много других супергеройских проектов. На этом, я думаю, стоит заканчивать видео. Если вы все еще не смотрели Стрелу, то рекомендую вам это исправить. Если появятся интересные новости по поводу сериала, то обязательно выйдет видео. Вам всего лишь нужно подписаться на канал, чтобы этого не пропустить. Напишите в комментариях, что думаете по поводу завершения Стрелы. Правильно ли поступили создатели, закрыв проект? И будет ли продолжение? Не считая возможных канареек. Оливер Квинн, ты спас эту вселенную. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова